всем при дорогие друзья вы снова на канале раньше у санчо как вы видели достаточно хороший урожай по перцу а это значит что мы его сегодня переработаем я покажу свой любимый зимний салат продолжаем тематику закрутки на зиму это просто вкусно обалденно зимой приготовили хоть что картошечку им жаренькую либо же отварную картошечку и подаете такой салат больше там ничего не надо можете миску какой и будет отлично для этого рецепта нам понадобится болгарский перец морковка лук соль перец немного растительного масла уксуса и немного сахарка очень просто готовится быстро закручивается на зиму а зимой вкушайте просто вкуснейший салат друзья погнали сразу же будем готовить по ингредиентам сразу внизу под описанием видеоролики все будет показано рассказано кто чего куда чего сколько брал разрезаем перец достаем отсюда сердцевину и нарезаем приблизительно как налечь то есть вот таким вот полосочка конечно больше сюда подходит вот такой вот длинный перец но если что можно и такой вот меня этот гагашар весь перец отправляем в большую кастрюлю где будем проваривать салат кстати я забыл сказать что мне понадобится еще зеленые помидоры помидоры вот такие вот как вам объяснить они нужны для кислинки а еще это прекрасно вот когда не доспевает у вас помидоры вот этот рецепт приходит просто на помощь куда девать зеленый помидор во первых их можно закрыть вот здесь вот рецепт проходите смотрите но во вторых но сейчас их разрезаем на маленький кубик нарезаем и отправляем сюда же провариваться пойдет вот это вот кастрюльки будет мало вот она хорошая большая кастрюлька мы будем проваривать все-таки здесь отправляем перцы у меня было два килограмма помидоров зеленых 8 среднего размера штук моркови будет килограмм 200 и где-то 67 таких вот луковиц и все туда же репчатый лук нарезаем на обычные полукольца можно кстати перышком сделать можно полукольцами я половину сделал так половину так также перекладываем лук в кастрюлю и на крупной терке натираем всю морковь желательно и натирать таким образом чтобы она была подлиннее структура то есть видите вот такая морковку также отправляю большую кастрюлю ставим уже на плиту и наливаем сюда растительного масла растительного масла нам потребуется на такое количество 300 миллилитров выливаем соль и сахар сахара сюда отправляем 6 чайных ложек соли смотрите по вкусу от 3 до 4 с половиной столовых ложек я добавляю 4 это самый раз и можно добавить немного сюда черного молотого перца это по желанию чисто для пряности теперь зажигаем огонь и она сейчас под своим перец ребят когда сыпите соль перед аккуратнее хоть и хочется чихать теперь это друзья все на огне под собственным соком это сейчас будет тушиться томится доводим до кипения далее добавляем уксус но я сейчас все покажу пока не мешаем средний огонь ставим через 5-7 минут как это все на огне можно взять это и слегка перемешать вы знаете аромата уже стоит вот честное слово мы дожидаемся того когда это все начнет давать свой сок и также закрываем под крышку и продолжаем томить еще минут 10 приблизительно через 10 минут смотрим вот сколько жидкости дало вот смотрите вот вот на жидкость это уже все тушится знаете что я хочу сказать вот это вот салат готовит все по-разному и достаточно популярна на самом деле рецепт многие его советских времен готовят на зиму но смысл в том то что я люблю когда здесь все приготовлено аль денте это не должно развариться в кашу это должно быть структурно и при этом оставаться внутри еще достаточно хрустящим теперь самое время добавить сюда 9 процентного уксуса 200 миллилитров все перемешиваем и еще раз прокипятим минут 5-7 по консистенции буду уже смотреть пробуйте вот в данный момент сейчас все перемешается протомиться немного пробуйте на вкус может быть нужно до сахарить или же посолить может быть вам чего-то не хватает можете сюда кстати добавить ваши любимые специи к примеру добавить сюда я экспериментировал добавлял сюда кориандр это очень вкусно получается кстати я сейчас возможно пойду и добавлю сюда еще кориандр измельчил немного кориандр и добавляем сюда там буквально полторы чайной ложки нет все финальная стадия провариваем пробуем на сахар на кислинку доводим вот сейчас до полной кулинарной готовности что вам нравится то есть это еще можете добавить 5 минут все уже готово берем стерилизованные банки стерилизованные крышки и теперь укладываем просто все в баночке берите так чтобы попадалось все уложили вот так вот под плечики и плотно закрываем крышкой переворачиваем и пускай это все стоит под одеялом как всегда на всю ночь завтра уже будем убирать кого подвалы кто в холодильник кто просто в холодном помещении кто как-то делать друзья закрываю последние уже баночки готовьте обязательно себе такой салат и поверьте это безумно просто вкусно зимой открываете просто не нарадуйтесь насколько же вкусный такой вот зимний салатик готовьте подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии всем до новых встреч пока